Ну, предупреждали ребят, что будет давление оказано с первых минут. К сожалению, видимо, плохо сказали. Не выдержали этого давления несколько угловых подряд. И пропустили гол. Затем, на мой взгляд, игра перешла под наш контроль. Правда, в первом тайме немножко было много суеты. И были полумоменты. Мы не могли, медленно передавали мяч, не могли дело довести. И, ну, чуть-чуть спешили, чуть-чуть нервничали. Пытались сразу отыграться. Перерывчики поправили, успокоили, направили, что нужно делать. И, в принципе, результат пришел. Мы оказывали очень хорошее давление на оборону соперника. И забили, я считаю, три логичных гола. Какую игру вы ожидали от Анжио? Вы выиграли в Самаре 3-0. Вы могли бы провести параллели между двумя этими играми? Да нет, ну, каждая игра, она отдельно по-особому. И соперники разные, и отношения к игре разные. Но то, что мы выходили и настраивались на победу, это 100%. Не планировали и сразу прижиматься. Но знали, что Анжио перед своими болельщиками будет мощно начинать. Это для нас было очевидно. И мы, в принципе, к этому готовились. Но где-то все равно не достучались. Не достучались до наших футболистов. И вот, к сожалению, пропущенный гол у нас отрезвил. У них было преимущество. Наверное, конечно, мы понимали, что они создадут два эшелона обороны. Но так оно и получилось. Поэтому нужно было находить зоны и доставлять мяч в штрафное. Что мы делали? И попросили немножко акцент передач сместить, скажем, на ближнюю штангу, что привело к пенальти. До этого был момент, когда Козлов на голову не попал в ворота. И потом уже, когда он опережал Новосельцево, там было уже...